А как вы вообще относитесь к тому, что вам как социально значимой фигуре, знаменитому, известному актёру, которого любит публика, что интересуется вот там не только... Я сейчас вопросов не задаю никаких, я такой очень абстрактный вопрос, то есть не конкретно про биографию. Что интересуется вами как человеком, ну тоже с какими-то слабостями, с какими-то сильностями, что вам не только вопросы про творческие планы задают журналисты, как вы вообще на это реагируете? Вы считаете, что это нормально? Должен быть интерес публики удовлетворён? Или всё-таки с творческими людьми надо разговаривать только про творчество? В зависимости от оппонента, от фигуры. Если этот человек сумел в жизни найти какие-либо решения для себя в жизненных вопросах, это как, ну для меня идеал старец-духовник. Вот если человек посвятил свою жизнь на попытку ответить на жизненные вопросы, я думаю, что этого человека надо расспросить, как он к этому пришёл и к чему он пришёл. Так. Иного другого человека спрашивают про глупости всякие. Ну не знаю. Другое дело, что ещё есть момент шоу, да, и все мы понимаем, что мы живём в мире, который является театром, где все мы играем роли, в психологии это так и называется, что я играю роль на работе, я играю роль дома, я играю роль ещё где-то, и в разной модели это всё равно наши роли. И мы себе сами не отдаём отчёт, как мы сами меняемся при появлении какого-либо человека. И с другим человеком мы так себя не можем вести, не можем специально себя заставить. Это некое... в подсознании есть вот это распределение на роли. Так вот с Гельманом, что интересно, что вот мы между строк фантазируем. Так мало того, что идёт дождь, в конечном итоге я довожу этих героев до того, что она его настолько возненавидела, она успела в него влюбиться, она успела его придумать, она успела за него всё решить в этой жизни, и на сложившейся уже картине она уже, ну грубо говоря, заканчивает этим, что всё я решила. Вдруг оказывается четвёртый этот обман, который просто переворачивает её. Откуда это тоже берётся из людей, да? Был один человек, и через мгновение вдруг человек становится непохожим на себя. И вот у нас выстроены лужи грязи, куда помещаем этих героев? Туда заставляем, застаём их в момент неприглядный, где друг друга, и каждому есть аргумент, что предъявить. Нет святых людей, каждому есть. В зависимости от совести, воспитанный, совесть генетически не передаётся, совесть только воспитывается. Так вот для одного мальчика, который поджигал кошку, не страшно бомжа сжечь на... Ну не страшно, ну что такого? Ну сожгли какого-то бомжа, ну не жалко же, да? А для другого страшно слово матерное сказать, и уже покраснеет, да? Вот от этого стыда. Так вот они в бесстыдском состоянии находятся, два человека, оголяясь изнутри. Он, перейдя в сознание этого насильника-террориста, освободил свой мозг, вот этот блокирующий... Это у человека в мозгу блокируется отдел, и он себя ведёт так. А потом, когда он разблокируется, он может прийти в себя и сказать, что... А, я так не хотел, я не этого хотел, я не хотел так, ну и так далее, да? А в этот момент... Я чувствую, что вы мне заблокировали. А, извините, извините. Какие-то отделы... Так вот они занялись любовью, прямо вот в этой... И этим самым она спасла всех, и они его забрали и так далее. То есть обезоружило человека. Вот, кстати, сюжет для пьесы. Ну это есть, я говорю, это вы придёте в спектакле, это увидите. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.